Моя тема ОНФ это, если кто не знает, то есть, 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 если кто не знает Установив соответствующие правила и порядки. Все они соответствуют их внутреннему миру. Никаких цветов, все должны быть одной грязью, помазанной. Даже самый безобидный прыщ, конактив, особенно если за этим прыщом, правда. И никаких сантиментов, никаких стеснений на этот счет. Постоянно подрить людям мозги, ночами и днями не спать, бдеть за ситуацией. И в недрах советской системы рождается гениальная формула. Чтобы контролировать общество, чтобы им управлять на всех уровнях, необходимо заполнить собой все, как строительные пены. Необходимо присутствовать даже в самых мелких кружках, больших и малых течениях общественной жизни. Весь спектр общественных интересов затратил. Современные нео-гушевики не сменили своих форм и формул. Они всего лишь сменили хозяина. И стали передавать привилегии по наследству. Благо, что теории коммунизма и либерализма очень близки. И родом из одного центра. Нет сейчас расстрелов, но жизни и правдоискателей по-прежнему дрещат, как сломанные кости. Весь политический многоплановый спектр по-прежнему является частью одной однопартийной системы. О чем доказательств на этом собрании предостаточно. Все общественные ниши, кроме каких-то жалких кругов, все стихийные или специально приготовленные течения, все под прямым контролем одной лишь организации. И вот в условиях, когда вся страна стала, это где-то на рубеже 2010-2011 года, превратилась в одну большую пущевку, когда ценовая и качественная политика отдана на откуп преступным кланам, людское недовольство передавить или как-то замолчать не представляется возможным. В этих условиях рождается срочная необходимость возглавить это недовольство. В срочном порядке, в кратчайшие сроки, без особых напряжений с местным органом власти, создается разветвленная на все регионные структуры штабов ОНР. Засекретив сумму финансирования данной структуры, взялись гонять неугодных и прочую мелкую ребрюшку на местах. Чтобы понять, откуда родом, многого делать не надо. Сейчас в интернете достаточно много независимой информации на этот счет, но не заходите на сайт ОНР, там вы ничего не поймете. Можно поднять, если только исторические такие вот сайты из архивов Единой России. Я вот открываю один из них, значит, в мае 2011 года, практически там по всем СМИ разлетелась информация, значит, кто от Единой России будет учредителем Таймного фронта. Там обозначается, такого рода люди, значит, бой бросили в самую настоящую гвардию Единой России. Это первого человека Единой России, секретаря Генсовета Сергея Неверова, его заместителя Ольгу Баталину, руководителя фракции в Госдуме на тот момент Владимира Васильева и члена Президиума Генсовета, известную всем, Ирину Мировую. В конечном итоге из списка учредителей трое из них почему-то исчезли на сегодняшний момент, если посмотреть сайт. Осталась одна только Баталина. Но главным человеком сейчас, на данный момент в Общероссийском национальном фронте является некий Анисимов Алексей Викторович. Всплывает он неожиданно где-то в 2008 году на довольно большом должности руководителя исполкома Единой России по работе с обращениями граждан и возглавляет Центральную общественную приемную Владимиру Путина. В 2011 году он означается руководителем исполкома РУНФ, а позднее, в момент, когда началась приемная векция президента, становится заместителем Буарухина по штабе избирательного штаба Владимира Путина. Далее там два года отдыхает в аппарате президента на должности по внутренней политике. И с 2014 года возвращается в исполком Общероссийского народного фронта непосредственно в руководительство. Соответственно, оглашать всех его подчиненных, Карпов, Анатолий Шахматистов, Един Рос, председатель реализационной комиссии ОНФ, все остальные крупные должности, все целиком и полностью контролируются действующими членами партии «Единой России». И становится понятно, кто там и откуда там, и для чего там. По данным независимого Росбизнеса «Колсандинг», известного своими журналистскими расследованиями, многие участники, члены ОНФ, участвуют во всех правилах «Единой России» по всей стране и идут в Госдуму по кроте «Единой России». По словам того же Анисимова, в штате всего лишь 100 человек, это центрального исполкома и 330 штатников по регионам, плюс 20 тысяч активистов по всей стране. Фонд зарплаты 200 миллионов рублей, считайте сами. Активисты, конечно, ничего не получают, наверное. Общая сумма трат на деятельность ОНФ, не государственная вроде как организация, составляет около полмиллиарда рублей в год. Не считая премиальных и командировочных. При этом около 300 миллионов рублей в виде президентских грантов получили десятки НКО, задействованных в структурах ОНФ. Из чего делаем вывод, что ОНФ – это есть неотъемленная структура партии власти «Единой России». Это и есть соответствующая государственная власть Российской Федерации. Это одна из лап, без всяких разделений. С четкими поставленными для него задачами и условиями. Это только в жизни, в нашей стране жизни, за двумя зайцами погонишься и для одного поймаешь. В политике можно и пятерых завалить, и одним движением и пальцем. Все это реально. Одна задача – это создание Национального фронта. Это пиар-код. Это прекрасный отвод глаз, полностью сбивающий людей в столб. Вот мы какие? Мы с народом боремся с беспределом. Мы все вместе за порядок. Вторая задача ОНФ – это предохранительный этап. Это спуск экстремального давления. Чтобы можно было куда-то пожаловаться, а в ОС и ныне там. Главное – изображать кипучую деятельность. А изображать есть, что помимо некоторых громких дел, которые привели корреспондент губернаторов, всяких крупных рыбешек, вся остальная их деятельность сводится просто в какой-то капсомольской стенгазете. Смотришь, взят на контроль, проведем круглый столб, разрешено, мониторим. Все это на все плевать. Все, что сдается, все сдается в утвержденной квоте. Такая мелкая, действительно, взорвавшаяся рыбешка – это и есть функция предохранительного клапана. Помимо… Третья и, наверное, главная самая задача – это ладикализовать людское недовольство. Вычислять стихийных и самостоятельных лидеров, способных сплощать людей в протесте против власти. Перенаправлять и напрямую глушить их деятельность. Ну и четвертое, насколько я понимаю, это структура отдела собственной безопасности партии власти. Чтобы ни одной рукопруге на местах не пришло в голову сунуть свой нос в политику на стороне каких-то неугодных сил. И наоборот ему там как-то прозреть. И каждое ухо на местах должно понимать, что солидатая хозяина всегда рядом, и всегда реакция на какие-то противоправные действия против режима будет смертелью для этих людей. Достаточно такие слова сказать, как и обличить деятельность ОНФ как ширму, как зловредную созданную мобилизацию. Вот возьмите, хоть один член штаба ОНФ подверг проверке деятельность какого-нибудь из членов правительства, там, Шуварова и Барковича, или хотя бы их жён там взял, этих магнатов, или там хотя бы просто заявил о желании проверить членов правительства. Я думаю, по нему бы сейчас вот этот закон 182-й за противообщественные деятельности тоже сработал по дворожке. Вот возьмём наших соратников по ОНФ полностью всё руководство за ответственную власть, в которую чё-то вписывается в принципе их программа, вот как бы в идеологии этого Народного фронта. Всё руководство сидит в тюрьме, и в тюрьме сидит как будто какие-то данные. По надуманному, по надуманному огнению. А это мы делаем вывод. Что ОНФ, ОНФ, это не более, чем есть ширма и руки Единой России. Хочу закончить словами в адрес тех активистов, тех десятков тысяч людей, которые искренне, действительно там где-то на местах выполняют там полезно-бесболезную работу. Не будем в их адрес смеяться и кайти. Призываю вас в этом. В условиях, когда отсутствует АБХСС, такая структура, помните, да? Когда отпуск службы, как от козла молока, когда в нашей жизни, куда ни плюн, вор в варе, вором погоняет, когда правды нигде не найдёшь, и на нашем здоровье, на нашем доверии обустроен устойчивый терминальный бизнес, мы скажем им, набивайте руку. Новая власть будет видеть в структурах народного контроля одну из главных своих опор по наведению порядка в стране. Нам эти люди пригодятся. Поэтому дай Бог вам здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова